МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Мы продолжаем юбилейный цикл передач, посвященный 55-летию гостелерадиокомпании «Хакассия». Пришло время встретиться с теми, кто посвятил свою жизнь телевидению и вспомнить тех, кто стоял у самых истоков. Сегодня гость нашей студии Любовь Еняминовна Подрезова. На ГТРК она с 1979 года пришла электромехаником. В 1998 году переквалифицировалась в монтажера и в 2013 году ушла на заслуженный отдых. Любовь Еняминовна, здравствуйте! Здравствуйте! Спасибо, что нашли время прийти к нам в студию. Любовь Еняминовна, вся внешняя сторона телевидения, яркая, творческая, она наверняка была бы невозможна. И это абсолютно точно. Без невидимых бойцов фронта, да? Без вас, без технического персонала. Расскажите, вы работали электромехаником. Как вообще вы пришли в нее? Ну, как я пришла в нее? Вообще, по натуре я, конечно, больше технарь. Это, можно сказать, с детства у меня проявлялось. К гуманитариям я себя никак не отношу. Я поступила в техникум, закончила его по специальности «Электрооборудный промпредприятий». Чисто случайно, через знакомого я узнала, что здесь, ну, как бы по моей специальности, нужен человек на телевидении. Ну, поначалу я думала, что это очень сложно сюда попасть. Такой престиж был, работать на телевидении. 1979 года я практически ухитрилась от работы здесь 34 года. Да, цифра просто колоссальная. Скажите, на первоначальном этапе, какие были ваши обязанности? Чем вы занимались? Ну, изначально я попала в техконтроль, где мы, значит, отсматривали передачи. Раньше было строго с качеством. Все это перед тем, как выйдете в эфир, отсматривалось. Плюс выходили в эфир тоже с нашей аппаратной. Работа, понятно, ответственная. И наверняка были какие-то такие, ну, чрезвычайные ситуации, когда приходилось просто мобилизовать все свое умение. Вот расскажите, у вас были какие-то такие казусы, которые сегодня вспоминаются с улыбкой, а тогда, ну, было просто страшно? Ну, был у меня один момент. Смешно было точно. Уходя на обед, мы оборудование пускали в обход. Переключали кабели и уходили. А придя, нужно было снова схему восстановить по-старому. Через нас шло два канала, и первый, и Россия. И вот я как-то, не знаю, как у меня получилось, я попутала звуковые кабели. И получилось, что картинка на одном канале идет футбол, а мычат коровы, а на втором канале, значит, коровы, а там ликуют трибуны. Футбол идет. Очень быстро, конечно, среагировала. Это буквально там какие-то секунды это дело было. Я быстренько переключила кабели, и все пошло нормально. В общем-то, никто и не заметил. Но вот у меня в памяти все это, конечно, осталось. Мы знаем, что на этом поприще вам стало скучно. Кто вас поддержал в стремлении изменить свой профиль? Ну да, тогда уже в виде аппаратной видеозаписи были. Я, начальника смены, попросила, чтобы меня перевели в монтажную аппаратную. Там мы уже начинали с очень больших кадр, так называется, аппарат наш. Их три штуки стояло, и мы практически всю смену на ногах около этих кадров монтировали передачи. Естественно, там никаких спецэффектов, там, как вот впоследствии уже была аппаратура, можно было применять. Там чисто прямые склейки. Ну, работа напряженная была, очень много было записей, очень много у нас было программ разных. Вы видели, как менялось оборудование, менялась техника, развивалась. В 98-м году вы стали монтажером и работали уже непосредственно на компьютерном монтаже. Вот этот переход для вас, насколько он проходил безболезненно? Или все-таки были мысли, когда-то было так тяжело, что подумывали сменить профессию? Было такое? Ну, по поводу сменить, конечно, вообще никогда мысли не возникало. Работали на нелинейном монтаже, и уже начали внедряться вот эти вот компьютерный монтаж. И мы потихоньку вечерами вот свали Рубинских в Стане Поляковой. Просто оставались вот сами по своей инициативе осваивать вот эти азы. Я скажу, конечно, это сложно было. Мы верили в свои силы, мы знали, что мы это освоим. Не первый раз нам новую аппаратуру осваивать. Поэтому проблем не было. Мне, к счастью, посчастливилось работать с вами. И мы знаем, что всегда на вас можно было положиться. Всегда все выходило в идеальном виде, так, как должно оно было быть. Самое главное качество монтажера, на ваш взгляд? Это, конечно, усидчивость, это однозначно терпение. Самое главное, конечно, ответственность, потому что очень много всяких нюансов. Нужно помнить, где звук лежит, так сказать, в какой папке, куда этот материал отправить, куда, откуда этот забрать. Ну, все надо собраться, все это в голове у тебя держалось. Вы знаете, в нашем архиве сохранилось уникальное видео десятилетней давности. Приурочено оно к 45-летию гостелерадиокомпании. И там вы рассказываете ваше видение своей работы. Давайте посмотрим. Мы, если у нас поджимает время, мы с ней глаз все, вот сколько человек тут сидит, мы все туда так и глядим. Считаем уже, если мы за пять минут до эфира иногда так бывает успеваем, то мы очень даже рады этому. До автоматизма, что вот успеем, должны успеть, и практически, я не знаю, как это получается, но в принципе почти всегда, почти всегда мы как-то ухитряемся успевать. То, что всегда все в последний момент, это действительно так, подтвердите. Вот видишь, что времени действительно очень мало, но ты точно знаешь, что ты успеешь. Вот я не знаю, почему это вот так вот получается. И это, безусловно, помогало в работе. Да. Спасибо огромное, что нашли время прийти к нам в студию, поделиться своими воспоминаниями. Сегодня они особенно ценные, когда многих из тех, кто стоял у самых истоков, уже нет с нами, к сожалению. Спасибо вам. Сегодня с Любовь и Неаминовной Подрезовой мы вспомнили удивительные годы творческого роста и общения, становления телевидения Хакаси. Вспомнили и тех, кто стоял у самых истоков. Все они уникальные личности, легенды республиканского телевидения. И таких людей еще немало. Обещаем, о них мы будем говорить еще не раз. Смотрите нас на канале Россия-1. Увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok